Абхазскую делегацию на игры Брикс провожали в торжественной и оттого ответственной обстановке. Здесь и представители исполнительной власти, и ветераны спорта, тренеры, родители, друзья и просто болельщики. 63 спортсмена представят нашу страну в 12 дисциплинах. Великолепное настроение, так как мы впервые за 30 лет будем принимать участие на таком масштабном мировом спортивном мероприятии под названием «Игры Брикс». 97 стран, это говорит само за себя, и мы будем представлять свой многонациональный народ, свою страну. Это для нас, для всех, дорогого стоит. 63 спортсмена по 13 видам спорта. Повторюсь, по олимпийским видам спорта у нас не было возможности уже 30 лет выступать за свою страну. Поэтому это не только стимул для наших спортсменов заниматься спортом, но и имиджевая история, реклама нашей страны на международной арене. Большинство спортсменов выезжали в Российскую Федерацию, проходили тренировочные сборы. Есть направления, где проходили со сборной России с теми же спортсменами, которые едут на игры «Игры Брикс». Поэтому мы старались тщательно, хорошо подготовить каждого спортсмена, чтобы они имели возможность достойно представлять нашу страну. Ушу, каратэ, дюдо, самбо, вольная борьба, греко-римская борьба – это классические олимпийские дисциплины, в которых современная Абхазия впервые представит себя под родным флагом. Мы проходили учебно-тренировочные сборы в городе Туапсе. Два учебно-тренировочных сбора было, потом мы готовились тут у нас. В целом все прошло очень хорошо, без травм, мы серьезно настроены на хороший результат. Если честно, для меня это очень важно, это огромный шаг в большое будущее. Я как тренер хочу сказать, что для моих спортсменов это, ну я не знаю, это огромный результат в будущем. И вот я хочу выиграть, и чтобы мои спортсмены гордились, ну и в принципе вся страна. И спасибо всем тем, кто дал мне такую возможность выступить, потому что у меня просто колоссальные эмоции по этому поводу. Выступит Абхазия и в форматах нового поколения фиджитал-футбол и фиджитал-баскетбол. Особенность в том, что спортсменам предстоит доказывать свою состоятельность как на игровом поле, так и в онлайне. Сначала наши спортсмены будут играть на приставке Sony PlayStation 5, то есть 2 на 2 игроки играют матч, там 7 минут длится игра. Далее продолжается счет уже на кортах, на баскетбольной площадке, они продолжают матч. И по сумме, так сказать, двух матчей цифрового, так сказать, и живого соперничества определяется чемпион матча. И дальше команда проходит следующий этап. Футболисты тоже готовились серьезно и заранее. По словам тренера Шабата Логуа, команду собирали из успешных абхазских спортсменов, которые имеют опыт не только на поле, но и в PlayStation. Мы будем играть первый этап, это у нас футбол, футзал на паркете с бортами в формате 5 на 5. И во второй половине мы будем играть в Sony PlayStation. Это что-то новое, очень тяжело было найти ребят, которые могут играть и в футбол, и хорошо Sony PlayStation. Ну, из тех возможностей, которые у нас были, выбрали, подготовились. Я думаю, будет очень интересно, это большая возможность, что-то новое для нашей страны, для возможностей, поэтому будем пользоваться этим всем. Очень интересно, формат новый, совершенно новый, мне до этого не было известно, поэтому будет очень интересно попробовать свои силы и в таком. Спортсмены из Абхазии, которые впервые выступят на играх БРИКС, 12 июня откроют парад участников соревнований. Абхазия открывает парад игр, так как первый идет по алфавиту. Флаг нашей страны будет нести легендарный футболист Ахрик Цвейба. Игры БРИКС можно будет наблюдать на телеканалах Матч и Абаза ТВ в прямом эфире. Делегация из более чем 100 человек уже направилась в Казань с основной целью – сделать так, чтобы на БРИКС как минимум раз прозвучал родной гимн.